Умные очки. Нет, ну конечно же это не они, это обычные солнцезащитные, но вообще попыток объединить дополненную реальность, камеры и смартфон в одном устройстве предпринималось да очень много. Самый яркий эксперимент Google Glass, представленный в далеком 2013 году. Очки дожили до версии 3.0 и даже попали в открытую продажу. Их мог купить каждый, но не каждый мог себе позволить. Стоили Google Glass полторы тысячи баксов, да и технология вообще была сырая, поэтому со временем проект закрыли. И большие компании потом, и стартапы продолжали выпускать, пытаться по крайней мере умные очки. Некоторые выстреливали, у них получалось. Правда доходило максимум до этапа концепта. Даже ходили слухи об умных очках Apple. Но увы, видимо мир еще не готов, а точнее технологии. Однако очки как аксессуар не дают покоя производителям электроники. Кто-то коллабится с модными брендами, добавляет гарнитуру и вуаля, типа умный гаджет готов. Ну а кто-то, например, как TCL решает идти совершенно другим путем и придумывает вот такие штуки. Всем привет, меня зовут Ваня Стапенко, вы на канале Hightech Mail.ru. У меня в руках гаджет TCL Nextwear G, это очки, в который поместился дисплей с диагональю 140 дюймов. Практически целый домашний кинотеатр. Как это получилось, сейчас обо всем расскажу. Я провел с очками почти две недели, все про них разузнал для вас. Поэтому присаживайтесь, заваривайте чаечек, пельмешки. Не каждый день вы такую штуку увидите. Вообще, TCL Nextwear G не вчера родились. Их, если так можно выразиться, прадедушку представили еще в 2019 году на выставке IFA в Берлине. Назывался он Project Archery. В январе 2020 года показали версию 2.0, а на выставке CS в январе 2021 года объявили финальный вариант под рабочим названием TCL Wearable Display. Наконец, летом был анонсирован старт продаж TCL Nextwear G, это официальное окончательное название. Первым рынком стала Австралия. И вот под конец 2021 года очки наконец-то добрались до России, они будут продаваться у нас и, насколько я знаю, обещают выпустить прям под самый новый год в продажу. Почему именно TCL, а не какой-то другой крупный производитель, взялся и решился сделать такой формат? Ну, объясняется все вообще одним словом. Экраны. Компания занимает второе место по объему выпуска TV-панелей и третье место по объему выпуска матриц для смартфонов в мире. И при этом еще сама производит смартфоны с собственными же экранами, например, TCL 20 Pro 5G, про который мы уже снимали обзор. И ключевая фишка здесь как раз дисплей. AMOLED HDR10, все топовое, но еще сверхточную цветопередачу намутили и вставили отдельный процессор NextVision 2.0, который отвечает за картинку. Например, на лету переводит обычный SDR-контент в HDR. Еще два датчика освещенности поставили для идеального баланса белого. Короче, ребята конкретно заморочились, но меня удивляют другие вещи. Например, здесь абсолютно плоский дизайн, то есть блок камер совершенно не выпирает. Давно вы такое видели вообще. При том, что здесь основной модуль с оптической стабилизацией. Во-вторых, беспроводная зарядка 15 ватт, как в iPhone 13. А тут в смартфоне за 40 тысяч рублей. В общем, не только очки, даже смартфоны у TCL выделяются из того, что есть на рынке. Полные подробности и характеристики и цены TCL 20 Pro 5G вы найдете в описании. Там же будет лежать наш полный обзор этого смартфона. Экраны там, экраны сям, так что, как видите, разработка очков с экраном. Но это был лишь вопрос времени. Но обо всем по порядку. TCL Next VRG поставляются в жестком качественном футляре. Внутри само устройство с кабелем, салфетка для протирки. Не за 2000 рублей, а бесплатно и сразу. Также есть сменные упоры для носа и адаптер для линз с диоптриями. Если вы носите очки для зрения, эта штука понадобится, чтобы видеть картинку в фокусе. Так что берете вот этот вот адаптер, относите его в ближайший салон оптики. И вам там делают подходящие линзы. TCL Next VRG спереди похожи на большие очки, только с очень, очень толстым мостиком. Выглядят очень футуристично, не только из-за формы, но еще из-за насадки на нос, которые выносят всю конструкцию немного вперед. От этого упора будет зависеть, насколько полным и четким вы будете видеть изображение. Например, на мой шнобель подошла только самая большая насадка. Но к большинству хватит и средней. Несмотря на то, что кажутся большими, очки сидят комфортно. Вес с кабелем 130 граммов. Смотреть фильмы по 2 часа нормально. Единственное, шарниру дужек здесь раскрывается только на 90 градусов. Когда вы надеваете на голову, они не давят, но надевать нужно именно не как очки спереди, а немного сверху, о чем, собственно, кстати, написано и в инструкции. Надевать и снимать спереди, как обычные очки, немного стремно. Кажется, что вот-вот хрустнут. Даже если у вас не самая крупная голова. Не делайте так, сначала читайте мануалы. Знаю, о чем вы подумали, очки выглядят громоздко, особенно по сравнению с обычными солнцезащитными или для зрения, само собой. Но вот что хочу отметить. Во-первых, сделаны очень качественно, не смотрятся и не ощущаются как прототип. Во-вторых, они намного меньше любой VR-гарнитуры. Если вы с такой коробкой зайдете в автобус, на вас посмотрят как на идиота. Но скорее вы вообще никуда не зайдете, потому что гарнитуры полностью отсекают, блокируют внешний мир из-за своих размеров. Так что вы даже и трех метров не пройдете. В случае с Next Wear G опыт как с темными очками. Там, если нужно оглядеться, вы опускаете голову и смотрите как бабуля сверху. Здесь то же самое, только смотрите снизу. Обзор широкий. То есть вы не выпадаете из реальности. Если к вам подойдет человек, вы его точно увидите. Это не будет для вас неожиданностью, и вы сможете с ним спокойно заговорить. И когда вы ходите, под ногами вообще все видно. Внутри установлены два микро-олет-экрана. Подчеркиваю, микро-олет. Пиксели микроскопические, но их очень много. Получаются вот такие компактные матрицы с высокой детализацией. У каждой панели разрешение Full HD. Частота обновления 60 Гц. Соотношение сторон стандартное, 16 на 9. За счет особой конструкции линз вы видите изображение, будто оно находится в 4 метрах от вас. Вы будто сидите в мини-кинотеатре, где висит полотно с диагональю, эквивалентной 140 дюймам. Или телевизор с диагональю 3,5 метра. А вокруг черный фон. Ну, реально, как в кинозале. Поначалу очень странное ощущение. Ты видишь и мир вокруг, и какой-то экран, который левитирует на расстоянии 4 метров от тебя. Но потом постепенно привыкаешь. Очень сложно, я понимаю, передать это на видео. Поэтому просто представьте. Или если TCL будет устраивать какие-то демозоны, например, в Москве или где-то по России, постарайтесь сходить, проверить. Вам точно понравится. Но если это не умные очки, если нет Wi-Fi и Bluetooth, откуда берется изображение? Вот отсюда подключить можно смартфоны, планшеты, ноутбуки, вообще все, где есть выход USB Type-C с поддержкой Display Alt Mode. Это не обязательно должен быть гаджет TCL, подойдут десятки, даже сотни гаджетов других компаний. Вот неполный список того, что можно подключить. Даже макбуки и айпады годятся. Айфоны, правда, не подходят. Смартфоны Samsung, Sony, Huawei, Xiaomi, пожалуйста. Все, что вы видите на экране смартфона или ноутбука, транслируется в очки. Запускайте видео и смотрите в своем приватном кинотеатре. То же самое с документами на ноутбуке, с играми, управление под пальцами, картинка у вас перед глазами. Можно крутить головой, лечь, встать, пойти на кухню. Когда снимаешь очки, экраны выключаются, а звук возвращается на смартфон или ноутбук. Надеваешь обратно, очки автоматически врубаются. Тут очень важно слово «приватный», ведь поиграть в Call of Duty или почитать статью на Hi-Tech Mail.ru вы можете и со смартфона или ноутбука. Но ведь кто-то может подсмотреть. А мало ли что там у вас происходит. Тогда как изображение в очках видите только вы. И потому помимо развлекательной части, это еще и ваша такая интимная зона. Вы можете смотреть фильмы, например, в самолете, когда рядом сидит сосед, осмотря какой фильм. Или читать личную или рабочую переписку в кафе. Например, какие-то документы под NDA, которые не хотели, чтобы увидели посторонние глаза. Кстати, TCL в промороликах чаще всего упоминает именно самолет. Что логично. Все сидят вплотную, очень легко к соседу заглянуть. Лично я много раз с таким сталкивался. Раздражает. Ну и, во-вторых, бортовая система, мультимедийная, обычно отвратительного качества. Картинка зернистая, мыльная и бликует. В очках изображение очень яркое, насыщенное. Дневной свет не мешает. Цвета немного отличаются от тех, что на смартфоне. Но здесь свои лучшайзеры, здесь свои. В целом, картинка мне очень нравится. Я смотрел и длинные ролики, и какие-то целые фильмы. В целом, претензий никаких не было. Звук идет из стройных в дужке динамиков. С одной стороны, это хорошо. Вы слышите звук из видео и все, что происходит вокруг. То есть, не выпадает из реальности. С другой стороны, звук рассеивается. Громкости и четкости не хватает в шумных местах. Вдобавок, все вокруг слышат, что вы там смотрите. В тишине проверял, и в метре от меня стоял человек. Так вот, он слышал отдельные, даже разборчиво слова. Несмотря на то, что громкость была на 30%. Поэтому динамики используем дома, а в людном месте проще вывести звук на наушники. Собственно, такое решение рекомендует и сама TCL. У самой компании недавно вышли вот такие TCL Move Audio S600 с гибридным шумодавом и беспроводной зарядкой. Ну, если кто-то к вам подошел, из-под очков вот так посмотрели, прозрачный режим включили, слышно, видно, хорошо. Повторю еще раз, это не умные очки, не VR-гарнитура. Здесь нет акселерометра или гироскопа для отслеживания положения головы в пространстве. Нет и встроенной батареи. Питаются очки через кабель от смартфона или ноутбука. А раз нет батареи, то нет и лишнего веса. И не надо держать в голове мысль, ага, надо зарядить еще один из тысячи моих гаджетов перед поездкой. Короче, TCL Next2RG это персональный экран в формате очков, или монитор на носу, можно так называть. Никто не увидит то, что видите вы. Второй момент, быстрое подключение. Надо лишь воткнуть кабель в источник и сразу появляется картинка. Ощущения тоже другие, чем просто втыкать в смартфон. Больше погружения, можно рассмотреть мельчайшие детали, можно крутить головой. Изображение всегда перед вами. Ну и вышли Next2RG в декабре неспроста. Впереди Новый год. Такие очки идеальный подарок техногику, либо человеку, у которого есть все. Ну или себя побаловать можно, друзей поудивлять. Штука вообще уникальная. Цену, правда, я пока не знаю, не объявляли, но думаю, можно будет рассчитывать на 50 тысяч рублей. Я и говорю, штука уникальная. Ну вообще в любом случае здорово, что такие устройства появляются в России. TCL, похоже, решила прочно у нас закрепиться. Телевизоры, смартфоны, наушники, очки вот. В сентябре приехали два планшета. Один из них TCL 10 Tab Max. Само собой, тут тоже упор на дисплей, несмотря на цену около 20 тысяч рублей, над дисплеем под TCL-овски пошаманили. Диагональ 10,36 дюйма, знакомая по смартфонам технология NextVision присутствует. Батарея 8000 мАч, карты памяти TCL 10 поддерживает. Есть версия с сим-картой и 4G, есть только с Wi-Fi. Поддерживается активный стилус, можно прикупить и рисовать. Заметки там, например, делать. Есть технология мультиэкран, когда вы управляете смартфоном с планшета. Можно снимать фото, перетаскивать файлы туда-сюда. Об уникальной инновации речи не идет, но для планшета штука полезная и должна быть в каждой серьезной экосистеме. Вот, например, появилась у TCL. В общем, для своей цены добротный аппарат для домашнего использования годится, подходит. Я им пользовался несколько дней, смотрел видео, запускал игры. Не самые требовательные, но со своими задачами планшет справляется. Для детей тоже подходит, здесь есть несколько режимов защиты зрения. В общем, как подарок на Новый год, вполне годная штука. Подробности будут по ссылке в описании. Но вернемся к нашим очкам. Что хотелось бы увидеть в будущем? Во-первых, отказ от проводов, но без ущерба скорости передачи. Управление яркостью. Сейчас только через приложение Smart Glasses и только на Android. Управление громкостью. Например, можно разместить сенсоры на дужках. Гироскоп, тогда очки можно использовать для VR. И более приватный звук, например, по технологии костной проводимости. Чтоб сразу в мозг. Кстати, у Sony недавно проходила конференция, где они показали новое поколение микро-OLED дисплеев уже с разрешением 4К. Как раз для AR, VR-гарнитур, умных очков и вот таких очков экранов. Так что, возможно, в скором времени увидим и у TCL. Ну что, признавайтесь, для чего бы использовали вот такие вот очки, только ответ на букву P в комментариях не писать предсказуемо. Пишите какие-то смешные или самые полезные варианты. И дайте знать, если вот такие форматы, вот такие необычные гаджеты вам заходят. Постараемся достать больше. Ну а я с вами прощаюсь. Не болейте. Всего хорошего. Пока.